всем привет на обзоре печка от отечественного производителя больше всего внушает доверие корпус из нержавейки это практически вечная основа для устройства ну а самое главное все это собрано очень грамотно для максимального удобства пользования судя по цвету огнеупорного материала для исключения брака похоже производитель производит предварительное тестирование том числе и удаление вредного запаха печку сейчас детально рассмотрим попробуем также и расплавить так что всем приятного просмотра печка поставляется в такой упаковке с логотипом бренда по желанию также можно заказать вот такие шипцы для захвата тигеля ну и собственно печь еще в комплекте руководство пользователя на русском языке здесь как видим не ожидал прям такого масштабного промышленного производства но тем не менее как видим есть выбор и больших мощных печей особенно полезно для тех кто увлекается керамикой обжигом так далее из числа представленных моделей всего две модели плавильных но независимо от объема камеры и габаритов устройства расчетная мощность большинства из них составляет порядка 1800 ватт печки управляется с помощью вот такого терморегулятора конкретно данная модель без возможности программирования но и не требуется данной модели ступенчатого регулирования температуры поэтому тема актуальна больше для муфельных печей для работы сапогами а здесь уже завода все настроено и готово для практического применения и для более серьезных печей смотрим уже работа с терморегуляторами на основе программы управления от данного бренда с возможностью плавно регулировать нагрев в том числе и основание печи ну и разумеется поддержание температуры и еще вот такой гарантийный талон фактические размеры печи смотрим глубину ширину и высоту защелка установлена на заклепку для ремонта пригодности корпус легко разбирается петли также идут под заклепку на обратной стороне можем видеть вход сетевого провода рядом это выход на термопару с терморегулятора термопара здесь смотрим на керамическом изоляторе имеет отличное механическое крепление и два остальных провода уходят на питание спирали то есть нагревательного элемента и вход нагревателя похоже здесь защищен керамическим изолятором сверху над регулятором установлена принудительная система охлаждения снизу можем наблюдать ребра радиатора скорее это для охлаждения твердотельного реле что касается регулятора довольно популярная модель в народе тумблер включения вилка с хорошим запасом потоку и длина порядка 137 сантиметров толщина здесь порядка 1,5 миллиметров для удобства есть ручка хотя здесь напрашивается керамический изолятор или хотя бы термоусадка поэтому прежде чем трогать металл обязательно убедитесь в том что все обесточено ну и данная печь вмещает разного типа тигелей в том числе и разного объема то есть печи данном случае одна и та же тигри можно выбирать кому что нужно изнутри можем видеть расположение термопары и вертикальное размещение нагревательных элементов сечение провода спирали примерно один миллиметр открытое расположение спирали в первую очередь это гораздо быстрый нагрев и более высокая долговечность камера сделана из более эластичного огнеупорного материала на мой взгляд это более стойкое решение к термоударом чтобы тепло не уходило смотрим крышка плотно прилегает тигель высотой порядка 125 миллиметров максимальный диаметр 65 миллиметров первое включение устанавливать желаемую температуру все предельно просто значение на терморегуляторе сверху это фактическая температура в камере печи внизу строка эта температура которую мы с вами можем задавать для этого нажимаем кнопку set видим начинают мигать цифры с помощью кнопок вверх вниз можем устанавливать необходимое значение температуры с помощью этой кнопки можем перемещать курсор и после выбора необходимой температуры снова нажимаем кнопку set таким образом установили желаемую температуру в 30 градусов цельсия на индикаторы видим сигнализирует значение out 1 то есть первый выход и судя по тому как она не постоянно горит мигает это говорит о том что реле кормит печку определенными порциями тока в чем можно убедиться и на данном приборе и такими порциями тока реле пытается поддержать заданную температуру ну а если задать более высокую температуру то уже видим более высокие токи почти до 8 ампер и судя по индикатору можем видеть как резво набирает обороты температуры а после превращения установочного порога температуру инерции индикатор смотрим уже перестает мигает соответственно нет и подачи тока и такую инерцию могу предположить из-за более высокой мощности печи регулятор ждет пока температура стабилизируется на установленное значение для еще более быстрой плавки была также мысль создать на основе этой сборке индукционную установку но про это будет отдельное видео как-нибудь в другой раз здесь также смотрим размеры и толщина здесь как видим порядка трех миллиметров теперь прежде чем будем загружать печку первую очередь будем изготавливать вот такую изложницу надо все-таки куда-то заливать важно городить надежную конструкцию все-таки с такими температурами важнее всего техника безопасности и еще один такой важный момент при работе с данными печками что не повторяли мою ошибку вот такого рода проволоки с изоляционным покрытием скорее всего это какой-то лак и таким материалом тигель лучше не загружать будет все подряд коптить и даже немного вата из-за этого смогла прикипеть к металлу или как вариант обжиг производить вне помещения и обязательно с открытой крышкой разумеется если такой способ позволяет производитель если сразу установить высокую температуру смотрим реле уже перестает дозировать ток то есть идет непрерывная подача гистерезис срабатывает в момент когда установленная температура и фактическая температура начинают выравниваться тогда регулятор в автоматическом порядке открывает то закрывает кратковременно и пропускает разные порции тока создавая защитную среду следует избегать попадания флюса и раскислителей на огнеупорный материал еще хуже если попадет на нагревательный элемент это свою очередь сокращает срок службы устройства так что надо поаккуратнее корпус печки нагревается следует избегать прямого контакта также во избежание поражения электрическим током лучше работать с хорошими изоляционными перчатками если все еще температура не такая высокая то при превышении увеличивается теплопроводность и стенки корпуса прогревается тем больше чем выше температура в камере но даже при превышении 1000 градусов смотрим все еще корпус не такой горячий ниже середины корпуса вообще в районе 40 градусов отсек для реле терморегулятора смотрим чувствует еще лучше температуру еле превышает 20 градусов и местами даже 18 градусов получается основание успевает быстро рассеивать тепло и с увеличением температуры здесь смотрим уже не наблюдается такой инерции как в начале на таких высоких температурах еле переходит границу в 1-2 градусов при том что видимо остается подпитка короткими токами но температура уже перестает расти и даже возвращается точно заданной установки и такие возможности позволяют добиться одинаково стабильное качество результата завода печка заточена на возможность установки максимум 1150 градусов цельсия по печке нет замечания единственное для маленьких тиглей но да как-то придумать чтобы тигель под грузом не могла уходить вниз либо как вариант сделать на основании металлическую подставку потому что шипцами сразу нельзя захватить пояс тигеля про шипцы также отличное впечатление с первого раза по будет еще лучше если более-менее к такому делу приспосабливаться и при наклоне тигеля казалось что сперва металл будет попадать на шипцы но как видим все нормально печи конечно видел разное и из личного опыта могу сказать помимо того что в несколько раз дешевле иностранных аналогов особенно западных то эта печка помимо гораздо большей надежности внешней конструкции также показывает превосходные результаты по скорости плавки за счет более высокой мощности так сказать применение более толстого сечения нагревательного элемента получается вот такой результат думаю неплохо для любителей собирать печки своими руками у нас тоже есть такого рода проект которому уже несколько лет и в те времена были бы такие же печки как у данного бренда особенно с такими ценами и самое главное практически вечным корпусом то навряд ли пришлось бы собирать этот муфель поскольку есть очень интересные модели и конкретно в данном случае как бы не хотелось сделать лучше чем у производителя то на мой взгляд вряд ли получится сделать это дешевле и если это видео наберет хорошее число просмотров то не исключаем возможность сделать полноценный обзор и на прокалочную печь так что буду рад вашей поддержке по развитию канала пишите комментарии лайки и не забудьте подписаться всем спасибо за просмотр и до новых встреч